здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин выращиваем мы выращиваем виноград а потом в одно утро либо в один день приезжаем на свой виноградник и обнаруживаем вот такую неприглядную картину вот смотрите если на дальнем плане на второй плоскости видите вот такие прекрасные хорошие побеги вот там есть соцветия довольно большие то вот на ближней плоскости обратите внимание на эти побеги побеги все завяли листья опустились короче явно какая-то проблема на листьях на побегах на соцветиях нет никаких внешних повреждений все абсолютно чисто тем не менее побеги вот таком состоянии такая ситуация может произойти практически мгновенно то есть еще вчера было все нормально а сегодня вот такая ситуация что же это такое возможно какая-то новая болезнь возможно еще что-то но вот дальше когда будем разбирать вот эту ситуацию много будет из области предположений потому что точно наверняка вот в данном случае мы определить все равно не сможем скорее всего мы найдем причину почему вот так случилось а вот до истоков этой причины возможно мы и не доберемся чтобы более было понятно я переставил экран ну теперь вот видно в каком состоянии эти побеги причем на дальнем плане были побеги этого же куста так что срочно бежать и делать полив не стоит то есть вот такая ситуация с побегами она только на одном рукаве а значит причина как раз в этом рукаве возможно после полива вот эти побеги немножко оживут но саму причину мы не устраним а причина скорее всего заключается в том что потеряна проводимость вот этого рукава ну вот смотрим видите три побега здесь побегов не было вот еще побеги это все побеги на одном рукаве вот еще побег еще побег и вот смотрите этот рукав уходит вот сюда вниз и так вот эта плодовая стрелка на которой растут вот эти зеленые побеги она находится вот на этом рукаве и скорее всего что потеряна проводимость тканей вот этого участка вот от этого места до этого и скорее всего как мне кажется нарушена проводимость вот именно в этом месте почему потому что в этом месте есть небольшая трещина вот на этом побеге но прежде чем я буду срезать этот побег вот давайте рассмотрим этот рукав. И вот если сравнивать формировку этого рукава вот с той теорией, которую я всегда рассказываю в своих роликах, то этот побег, этот рукав сформирован неправильно. Смотрите, вот у нас идет побег. Это, наверное, трехлетняя древесина. Видите, вот срез. Вот здесь был срезан, и я взял для своего рукава вот этот побег, который был наружным для головы куста. То есть вот этот срез у меня находится внутри куста. И смотрите, как работает проводимость. Вот идет, идет, идет поток и упирается вот в эту рану. Значит, с этой стороны побега проводимость уже нарушена. Теперь смотрим нижнюю часть. Видите, идет, идет, идет. Нет никакой раны. Продолжает у нас идти вот по этому побегу. Вот здесь, обратите внимание сразу, вот видите, узлы. Здесь были вовремя удалены и пасынки, и затем были выщипаны почки в глазках в нужное время. Поэтому, видите, вот здесь ран нет. И смотрим, вот эта неповрежденная часть у нас идет, 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 доходит и снова поврежденная. То есть вот в этом случае нам нужно было вот эту плодовую стрелку, вернее, мне нужно было вот эту плодовую стрелку брать с нижней стороны. Вот тогда бы проводимость этого побега не страдала. А вот в данном случае у меня рана с одной стороны побега, и рана с другой стороны побега. И вот этот побег, он как бы окольцован с двух сторон ранами. А соответственно, проводимость этого побега очень сильно ухудшилась. Вот, кстати, весной я показывал ролик, и, кстати, об этом и говорил. Чтобы у нас неповрежденной всегда была одна сторона побега. Тогда такие рукава служат долго. Почему вот эти побеги завяли? Ну, начнем с того, что с весны побеги были небольшие. Какая-то проводимость здесь у нас все-таки существует. И вот этим побегам хватало и питания, и влаги. Ну, в какой-то момент стало очень жарко, хотя плюс 25 это с большой натяжкой жарко. Тем не менее, плюс 25 по нынешнему году уже хорошо. А так как листья на винограде в процессе своей жизнедеятельности испаряют большое количество воды, то этого количества воды не стало хватать. И попросту вот эти побеги, листья на побегах, завяли. Итак, смотрите, первая причина вот этого состояния, это то, что наш вот этот рукав, грубо говоря, зарезан. У него раны с двух сторон. Смотрите, рана с одной стороны, с внутренней, и вот рана с внешней стороны. Но больше всего меня интересует вот этот участок. Вот там находится трещина. Что это может быть? Почему там трещина? Ну, самое простое, просто побег очень активно рос, была очень влажная погода, много влаги, и побег треснул просто от переизбытка влаги. Естественно, эта трещина полностью не заросла, в эту трещину попадают различные микроорганизмы, древесина разрушается. Кстати, то, что с этим рукавом что-то не в порядке, было видно уже в самом начале. Вот побеги, вот эти зеленые побеги, они очень сильно отставали от тех побегов, которые вот были на дальнем плане. Кто еще может быть? Это может быть антракноз. То есть, те повреждения, которые мы видим на листьях, такие дырочки с каймой, это полбеды. Кроме того, повреждаются и побеги, трескаются побеги, тоже побеги затем загнивают и нарушается там проводимость. Кроме того, это может быть еще и фомопсис, так называемая сухорукавность. Тоже побеги трескаются, а затем загнивают. То есть, сейчас мы находимся в области предположений. И вот давайте рассмотрим с самого верха. Вот видим, побег практически весь зеленый, хотя вот нижняя часть немножко почерневшая. Значит, там уже у нас явно есть какое-то повреждение. Причем, вот это почернение, оно у нас, вот давайте посмотрим, оно у нас вот здесь снизу. Вот как раз, вот где у нас рана. То есть, нижняя часть побега в данном случае не работала, потому что здесь вот находится такой сучок и здесь у нас рана. Вот смотрите, узел на этом побеге и здесь у нас вот есть кое-какие раны, но они незначительные. И вот смотрим этот побег и опять, видите, с нижней части, вот получается, эта нижняя часть и не работала. Черный побег, то есть, древесина уже погибшая. Ну, давайте вот здесь еще сделаем срез. Вот еще одна причина, видите, трещина. То есть, когда вот этот побег укладывался, скорее всего, древесина лопнула. Ну и вот в этом месте сделаем срез. Вот здесь, где находится трещина. То есть, смотрите, вот здесь у нас трещина и древесина тоже начала пропадать. Что это точно? Либо это фомопсис, либо это антракноз, либо просто от влаги треснул побег. Тем не менее, видите, древесина темная. В этом месте проводимости нет. Вот смотрим в этом месте. Видите, у нас вот здесь рана и вот как раз верхняя сторона не работает, отмирает. Работает нижняя часть побега. А вот на той части, которую я только что вам показывал, на нижней части рана. И вот в результате получается, что наш побег попросту, как я уже говорил, зарезан. Зарезан вот этими ранами. Итак, что же привело к ранней гибели этого рукава? Первое. При обрезке не соблюдалось правило, чтобы раны всегда были на одной стороне рукава. Второе. При укрытии на зиму, при сгибании рукава была получена рана на прошлогодней древесине. Третье. На трехлетней древесине была продольная трещина вследствие либо болезни, либо большого количества влаги. И вот эти три причины и привели к тому, что проводимость этого рукава практически полностью нарушена, а значит к зеленым побегам не поставляется ни вода, ни питание. Причем любая из этих причин могла бы самостоятельно привести к гибели побегов. Вот такая ситуация, поэтому обращаем на это внимание. А с вами был Юрий Егорудин. До скорой встречи. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok